Я провел несколько недель в этом форту. Несколько раз маги возвращались и пытались отбить его, но им не совладать силой моего топора и крепких рук. Я еще несколько раз слышал крики, доносящиеся с горы, и думаю, время пришло. Самое время отправляться дальше. Задерживаться тут нет смысла. Эта земля пропитана кровью. Да и у меня еще есть путь вперед. Когда его не будет, наверное, я вернусь сюда и буду здесь жить. Защищать эту сторону света от магов, волков, дабы люди жили в мире и не думали ни о чем подобном. Это очень красивое место но и очень опасное. Моя спутница так и не объявлялась. Мне даже немножко жаль. Ну да ладно. Я настолько привык к тишине форта, что меня сейчас пугает даже любой шорох. Как знать бы, куда я иду. Ох ты мой. Как же мне здесь подняться? Черный проход. Я почти ничего не знаю об этих руинах. Но надпись на двери говорит о том, что это нордская крипта. Здесь покоятся мертвые. От мертвых в Скориме можно ожидать чего угодно. Ты вернулась. Как ты посмела? Предать меня, сволочь. Тут тебя и забудут. Ты что за существо? Фалмер. О господи, куда же я пришел? Может лучше уйти отсюда, пока не поздно? Вы довольно сильны. Проклятое порождение светлых эльфов. Корусы. Самое время принимать зелья. О боже! Неужели это конец? Я истощен до предела. Если это только начало, и вас уже здесь настолько много, мне не выбраться отсюда. А что я за орки, если не приму этого вызова? А что я за орки, если не приму этого вызова? А что я за орки, если не приму этого вызова? Не может быть. Магия мне нипочем. Ты человек? Ты органианин. Ты человек? Ты человек? А вы сильные черти. Новый уровень. Замечательно. Вот, выручник можно прокачать. Это хорошо. Сокрушительный удар. Силовые атаки стоя наносят на 25% больше дополнительного урона. С некоторым шансом отрубить голову. Впрочем, атакам в спринте наносится двойной критический урон. И это и то интересно. Также мне интересен рассекатель. Но все же силовые атаки на 25% больше урона это куда привлекательнее. Надо какую-то дешевку выбрать. Ой. Дороговато будет. Нет. Все остальное дорогое. Лучше я его продам. Что ты тут делаешь? Господи. Что за страшные механизмы там? Что за страшные механизмы там? Лучше я его доволю. Ого. Тут полно хитроумных ловушек. Ох мы, куда я попал? Лучше я вас встречу здесь. В более выгодном для меня месте, поскольку у вас численное превосходство. Пусть! 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 Иди сюда! Ладно. Да будет так. Я сыграл в вашу же игру и победил. Думаю, это достойно уважения. Даже у таких мелочных и отвратительных тварей, как вы, фаумеры. Что? Какого черта? Но как? Как мне подняться? Я не понимаю. Я не понимаю. Удаляйся. Он лечился. Его кровь. Отпаляйся. Молодец. Хорошая работа. Но как мне подняться наверх? Судя по всему, придется идти через низ. Вот сюда. Ой. Это нордские руины, но их почему-то заняли фалмеры. Что за черт? Откуда ты взялся? Тебя ведь не было здесь. Пора уходить, а то они уже берутся из ниоткуда. Я так и знал, что это ловушка. Но только слепой бы не заметил ее. Неужели? Неужели? Неужели я выбрался? Пускай я все еще не наверху, но я поднялся по этому чертовому водопаду. Я надеюсь, я стал ближе к Айверстеду. Собли зуб. Собли зуб. Беги домой к мамочке. Лучше не говори со мной так. Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? А ну назад. А я твоей сдачи не принимаю. И пленных я тоже не беру. Ублюдок. Уже близится вечер. Надо бы найти место для ночлега. Не хотелось бы ночевать прямо посредине дороги. Где обитаются вот такие вот бандиты, саблезубы да и прочие отвратительные твари. Которые бы не прочь полакомиться мясом орка. Тролль. Вот это достойный противник. Тут довольно много костей. Записка и какая-то книга. Давайте прочтем. Тяжелая броня мне пригодится. А что за записка? Капитан. Поступил несколько жалоб на хищников. Около реки к северо-западу Адрифта. Поддержка местного населения в войне. Счастливой охоты. Да, не повезло тебе. Это договор. Это же я эту бумагу взял с наемников, которые напали на меня. Вот оговоренная сумма. СДД вор. Заслуживающий хороший отц... О, Боже. Кто ты такой, Сорекс Винни? Убивать не нужно, но если сочтете это необходимым, я ничего не имею против. Сорекс Винни. Я запомню твое имя. И уж я-то тебя точно убью. Если сюда прислали стражника из Рифта, значит я недалеко от большого поселения. Судя по всему, я приближаюсь. Это не может не радовать. Потому что уже ночь на дворе собирается. Мост. Лесопилка. Это Айверстед. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим. У меня тут письмо и гора золота. Вроде как это тебе в наследство. Да. Да. Мои соболезнования. Ну вроде все. Ладно. Мне пора. Письмо и гора золота? Вот оно. Увытомление наследства. Ярл Балгруф Старший. От чего имени я выступаю? С превеликим сожалением с собой общаем вам о смерти вашего друга по имени... Утгерд. Несломленное. Угу. 300 золотых. Двор Ярла вычел сумму в размере 30 золотых. Доверенному гонцу. Ну да. Вот только как вы узнали про смерть моего якобы друга... Думаю не стоит... Идешь на высокий Хродгар? Я собирался с... Да. Расскажи мне об этом. Но даже не видал ни одного светобородого. И не стремлюсь. Они мастера Туума и могут убить тебя одним единственным словом. Охереть. Правда. Они вроде миролюбивые. Но я не хотел бы давать им повод. В основном это еда. Сушеная рыба. Седобородые-то сами особо никуда не ходят. Ну ты понимаешь. Но у нас с ними вроде как уговор. Я хочу сказать как-то неправильно требовать с них денег за такую малость. Только вот беда. Ноги у меня уже не те что в молодости. Семь тысяч ступенек мне тяжело даются. Я сделаю это. Я все равно иду в эту сторону. Это было бы очень благородно. Вот тебе мешок припасов. Поднимешься по ступеням и увидишь сундук для подношений. Кинь мешок туда и все готово. Хорошо. Не сегодня. Не готов я пока лезь на... Дорога небезопасна. В любом случае мне стоит отправляться побыстрее. Если меня нашел гонец то скоро найдут и охотники за головами. Не думаю что много людей осмелится подняться на семь тысяч ступеней ради того чтобы прикончить... Довольно сильного орка. Дорога небезопасна. Хотя кто его знает жажда наживы способна на многое. Очень на многое. Сам знаю. Долгие месяцы я жил лишь убийством путников и торгашей. Раздевая их до гола и снимая последние копейки с этих несчастных людей. Я не скажу что я раскаиваюсь. Но эта жизнь была неправильной. Ибо проливать кровь тех кто слишком слаб... Это недостойно. Берегись волков если отправишься на высоких ротках. Что ты тут делаешь? Мне нравится тут наверху. Идти по ступеням, рассматривать символы, размышлять. Да и поохотиться заодно не повредит. Ясно. Тебе доводилось слышать о Довакине? Да. Воистину странно когда монахи такое делают. Интересно что это значит? Не знаю. Но я пойду. На ночь подниматься в горы глупая затея. Но я должен. Ибо если я не дойду до верху, я замерзну здесь. Ночевать это плохая идея. Тем более в горах. Снежный саблезуб. Сильный тварь. Здесь дома. Слышать. 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 А? У-у-у. Дэй. Зинь. Зинь. Возвольте. Дэй. Слышать. У. Дэй. У. Слышать. Возвольте. Идти становится все сложнее. Да и враги становятся посерьезнее. Что им тут делать? Или так много путников поднимаются на 7000 ступеней, чтобы им хватило здесь на пропитание? Это странно. И грустно. Ибо много людей здесь полегло. Раз тут такие твари живут. Я думаю, впереди пути я встречу еще куда серьезнее противников. Но мой путь продолжается. Я жив. А за мной все еще остаются трупы. Что-то прохладно. Надо бы выпить. Я уже довольно высоко в горах. Зря я не взял теплую накидку. Ну а какая уже разница? Полпути пройдено. Надеюсь, что полпути пройдено. Ты паломник? Берегись волков, если отправишься на Высокий Хродгар. Кто ты? Просто паломница. И хватит этого, если ты не против. Что ты здесь делаешь? Иду по ступеням. Созерцаю символы. Размышляю. Я каждые несколько лет это делаю. Ладно. Больше не будешь. Проклятье. Не знаю, почему я это сделал. Но в любом случае, это ей больше не нужно. Все-таки горы сводят меня с ума. Зря я пошел в одиночку. Зря я прикончил эту нерешливую помощницу. Тролль. Вот это проблема. Ничего себе. Этих тварей нельзя недооценивать. Но, увы. Они мне даже не противники. По крайней мере, в одиночку. Когда их станет больше, да, это станет проблемой. Но не сейчас. Вино уже не так греет, как поначалу. Хватило. Хватило бы мне выпивки. Да и особо нельзя перебарщивать. Ибо я замерзну к чертовой матери. Паломников тут уже не встречается. Похоже, я убил последнюю. Ну да ладно. Это не так важно. С каждой ступенью я начинаю все больше и больше сомневаться в том, как я жил до этого Но я был вынужден так поступать Был вынужден так поступать раньше Зачем я это сделал сейчас? Жажда крови Ужасно Как же прекрасен этот мир Вот и Вайтран, как на долоне И ветреный пик Вот там ривер Где-то там Средью Стоит продолжать Я почти у цели Вот он, ветреный пик Вот она, последняя Из семи тысяч ступеней Ну что ж, пустят меня в монастырь или нет Я ведь столько прошел Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, на переломе эпох Я здесь по вашему зову Мы должны проверить Правда ли у тебя есть дар Покажи нам, что можешь, Довакин Дай нам услышать твой голос На-на Услышал Довакин, это ты Добро пожаловать на высокий Кротгар Я мастер Арнгейр Я говорю от имени Седобородых Теперь скажи мне, Довакин Почему ты здесь? Я здесь по вашему зову, мастер Мы рады приветствовать тебя На высоком Кротгаре, Довакин Мы приложим все силы Чтобы научить тебя Использовать свой дар И выполнить то Что назначено тебе судьбой А что у меня за судьба? Твоя судьба со временем откроется тебе Мы можем показать тебе путь Но не конечную цель Я хочу учиться Покажите мне силу, мастер Ты воистину, Довакин У тебя есть врожденный дар Но хватит ли тебе воли и характера Чтобы пройти по пути Который перед тобой открывается Это еще предстоит увидеть Даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в туун То есть крик А теперь посмотрим, как ты любишь и умеешь учиться Когда ты используешь крик Ты говоришь на языке дракона Кровь дракона Дает тебе врожденную способность Изучать слова силы Что-то как-то плохо слышно Наверное, сейчас поправят У нас Куда тише Все крики состоят из трех слов силы Каждый раз, когда ты овладеваешь словом Твой крик становится сильнее Мастер Эйнард научит тебя Ро Второму слову в безжалостной силе Ро означает равновесие На языке драконов Соедини его со словом Фус Силой Чтобы еще больше отточить свой туун Ро Мастер Эйнард Скоро отдаются тебе Мастер у тебя есть Да Но выучить слово силы Ты не жури Мишак Чтобы воплотить его в крик Нужно постичь его смысл Постоянными упражнениями Именно так Мы изучали крики Ты же, Давакин Можешь напрямую Поглощать силу и знания Сраженных драконов При посвящении Мастер Эйнард Позволит тебе почерпнуть Его знания Ро Теперь давай посмотрим Быстро ли ты сможешь Освоить Повый ту Эй врагов Своей безжалостной силой Когда они приблизятся Филипп Лоса Ра Ну же Отлично Еще раз Филипп Лоса Ты быстро учишься Еще раз Филипп Лоса Впечатляюще Твой туум Идеален У тебя явный талант Давакин Следующее испытание Мы проведем Во дворе Ступай За мастером Борри Как скажете Мастер Продолжение следует... Теперь посмотрим Как ты освоишь Совсем новый крик Мастер Борри Научит тебя Слову Бульт Что означает Вихрь Бульт Сперва нужно Услышать Как звучит Слово Внутри тебя И лишь потом Вложить его Обратись К мастеру Борри И он Научит тебя Слову Бульт Теперь Смотрим Быстро ли ты освоишь Новый Крик Мастер Вульфгар Откроет ворота Сделай Стремительный рывок Чтобы успеть Спасибо Что теперь Теперь тебе предстоит Последнее Испытание Добудь Добудь Теперь Добудь 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 И Я в предвкушении великих битв и великих свершений. Посмотрим, какие еще испытания меня ждут на моем пути. А пока я буду лишь наслаждаться, смотря на этот мир свысока.